Привет и добро пожаловать в Суверенную РПГ. Я Суверен, и сегодня мы будем смотреть на Дом за двумя. Теперь не забудь поставить лайк на видео, если тебе нравится мой контент, подпишись на дополнительные обзоры и руководство по играм в жанре РПГ и Сюрвайвл ИТ. Д, ИТ, Д, и у нас есть Патреон в описании. Если ты хочешь поддержать меня и канал, в описании и в прикрепленном комментарии будут временные метки, чтобы вы, ребята, могли перейти к любой части, на которую вы хотите взглянуть. Как и во всех моих видео, так что давай займемся этим. Во-первых, мы собираемся поговорить о самой игре. Теперь Хоум Пайнтул, это на самом деле РПГ, похожее на Роуг. Теперь есть кое-что, что мне действительно не нравится. Есть ли у кого-нибудь подобный контент в такого рода играх? До того, как я просматривал Стим, я искал несколько игр на выживание, и это оказалось в жанре выживания в Стим, и я был немного смущен. Я взглянул на это, и первый взгляд мне очень сильно напомнил самое темное подземелье. Способ, вид эстетики, то, как это выглядит, графика и так далее. Это очень напомнило мне движение, которое вы видите в Darkest Dungeon, за исключением того, что в игре больше прокрутки, похожей на Робвелик, но в ней все еще есть элементы РПГ. Сейчас же. У этой игры уже некоторое время была демо-версия в Стим, и эта демо-версия все еще доступна для загрузки и отслеживания. Если ты хочешь проверить саму игру, я оставлю ссылку на нее также в описании страницы магазина с демонстрацией для вас, ребята. Если вам нравится, как она выглядела сейчас, до сих пор она полностью выпустила игру вчера. И у нее были очень положительные отзывы. Сейчас все отзывы очень положительные, там 5000 отзывов, а последние отзывы за последние два дня составляют 92. Отзывы по-прежнему очень положительные, так что есть много игроков, которые действительно наслаждаются игрой, и я определенно один из таких людей. Теперь это не очевидно, как я уже говорил, это не та игра для планшетов, в которую я обычно играю, но мне было очень весело с ней. Итак, давай поговорим об истории игры, поскольку это РПГ, а мы являемся каналом ролевых игр РПГ, и их сильные стороны это истории. Давай немного поговорим об этом. Так что, по сути, эта игра разворачивается за 10 лет до событий предыдущей игры, и там какой-то мерзкий диктатор управляет шоу. И граждане Скарии, на земле которой ты находишься, хотят освобождения. Теперь ты станешь частью революционной силы, и по мере прохождения игры ты сможешь развивать эту революционную силу, развивать свою собственную команду, у тебя есть статистика и навыки, и так далее. Это сделает тебя сильнее, и ты сможешь распространить это восстание по всей стране. Теперь ты начинаешь с персонажа, которого зовут Бернан, который, вероятно, убил это. В игре много чтения, и в ней не так много озвучки. Итак, есть много вещей, которые ты должен прочитать, и ты делаешь свои собственные произношения. Итак, по сути, ты студент колледжа, который учился за границей, и ты решил вернуться на родину, чтобы принять участие в революции. И с помощью принца, эклектичного агента из республики Наута и Харуна, который разозлил многих людей. И он, по сути, опозоренный сын вождя племени, ты сможешь противостоять опасностям, и тебе придется столкнуться с множеством опасностей на карте мира. Была мобильная игра, которую эта игра действительно напомнила мне в свое время, и я думаю, что она называлась, а не там, где есть много вещей, где вы идете по карте и ищите что-то. Но мы рассмотрим все функции непосредственно во втором и в конце в метке времени. Я выскажу тебе свои последние мысли по этому поводу. И суть этой истории в том, чтобы просто избежать захвата этим диктатором, и ты возглавишь революцию. И очевидно, что, как всегда в РПГ, судьба мира лежит на твоих плечах. Давай поговорим о некоторых особенностях игры. Теперь есть карта, и там есть случайно сгенерированные области, по которым ты сможешь путешествовать. Это что-то вроде двухмерной карты. Переходи от точки к точке, а затем ты пойдешь и получишь доступ к этим точкам. Теперь у каждой из этих точек будет уровень сложности, обозначенный черепом, а также количество сокровищ или количество добычи, которые будут там обозначены монетами. Рядом с ними будет цифра. В зависимости от сложности, вопросительный знак может быть случайным. Тогда у тебя есть один, два, три и так далее и тому подобное. И ты получишь то же самое за настоящую добычу. Есть также много персонажей, которых ты можешь получить в игре. Ты можешь завербовать кого-нибудь из них. Ты можешь захватить некоторых из них. Ты будешь тренировать десятки этих парней. Ты можешь разблокировать 36 заданий, и у каждого из них есть свои собственные таланты, характеристики и боевые навыки, которые потребуются тебе, когда ты повысишь уровень. Когда ты вкладываешь свои разные характеристики в уровни, и у тебя есть команда из четырех человек, где ты назначаешь любых бойцов, которых хочешь, в зависимости от карты, на которой ты находишься. Теперь существует система травматизма, в которой будет накапливаться много травм, так что тебе понадобится как можно больше новобранцев и разных бойцов горилл, которых ты сможешь получить, чтобы ты мог менять их местами. И в зависимости от того, когда вы получаете разные лекарства, когда вы создаете и собираете вещи, вы сможете вернуть их в свой город, создать лекарства, а затем пойти и исцелить парней, которые были убиты в предыдущем или получили много повреждений в предыдущем. Извини, потому что в игре есть смерти, и они постоянны, когда ты умираешь, так что в этом определённо есть много стратегий. Там тоже есть автоматизированная система. У него действительно есть стратегическая боевая система в реальном времени. Есть время сделать паузу, чтобы командовать своим чаем, как будто ты вся твоя команда, так как ты хочешь на самом деле использовать их. Или есть полностью автоматизированная система. Ты просто нажимаешь авто, и ты проходишь через бои, как видишь. Но ты просто назначаешь бригадира, и они начинают действовать. Есть также своего рода высшие способности, которые ты можешь использовать. Когда твоя картинка начнет светиться, ты нажмешь на картинку, и она будет использовать высшую способность. А ты можешь быть более точным. Или еще раз, просто включи это на авто. Это отчасти напоминает мне мобильную игру Гача, где вы на самом деле сидите там и просто запускаете ее автоматически, если хотите. Или ты можешь сделать это более тактически, но это очень напоминает. Эта игра, похоже, была бы лучше на мобильном телефоне. Это может быть на мобильном телефоне, но я определенно нашел здесь. Это доступно из Windows и с MacOS. Просто небольшое примечание. Есть случайные падения оружия и доспехов, и это происходит от современной эпохи вплоть до 1940-х годов. Они будут смотреть на самые разные виды оружия, и, очевидно, они более редки. Оружие, которое ты получаешь больше, оно сильнее. И это зависит от того, где ты находишься в ряду, от того, какое оружие ты хочешь использовать. Ты же не хочешь стрелять из дробовика в конце ряда из-за малого расстояния и так далее. И твой доктор, ты захочешь иметь пистолеты для такого рода вещей. И здесь задействованы разные классы и рабочие места. Как мы говорили о 36 работах ранее, начиная от снайперов-разведчиков, у тебя есть передовые линии. У тебя есть все эти разные вещи, так что ты действительно можешь смешивать и сочетать то, что есть у тебя в команде. Ты получишь какое-нибудь тяжелое оружие, такое как пулеметы, огнеметы, ракетные установки. У тебя есть автомобильная система, в которой ты можешь как бы строить и модернизировать свой автомобиль, и ты можешь размещать в его автомобиле сражения вроде как. Это напоминает мне старые школьные игры в те времена. Может быть, ради Мега Драйв или на Супер Нинтендо, где есть что-то вроде того, что просто прокручивается мимо тебя, и ты просто стреляешь туда-сюда. Это было действительно похоже на графику, и то, как игра играет, действительно напомнило мне очень старые школьные игры, и мне действительно очень нравится этот аспект. И я подумал, что на самом деле это было довольно приятно и довольно хорошо, погрузиться в себя. Мне просто очень понравилось. И мне также очень понравилось строить и улучшать лагерь для твоей настоящей команды. Ты сможешь назначать тактику, ты сможешь готовить еду, улучшать технологии, и ты сможешь создавать броню и лекарства для своих бойцов. Так что в этом есть своего рода аспект выживания. Ты проходишь через это. Ты будешь сидеть там. Ты будешь разбирать припасы. Ты будешь разбираться, сколько денег ты получишь. И есть разные варианты, когда ты переходишь к определенным частям. Когда ты увидишь, как через увеличительное стекло, они появятся. И это как бы даст тебе пару вариантов. Теперь это очень-очень основано на тексте. В голосе не так много повествования, так что если ты не любишь читать, чего в нем много, то игра, вероятно, не для тебя. Здесь много разных биомов и разных ландшафтов. Повсюду происходят случайные события, и, как мы уже говорили, они генерируются случайным образом. Так что каждое место и время сильно отличаются друг от друга. Так что там очень много возможностей для воспроизведения. А еще есть много справочных законов и много вещей, о которых ты можешь почитать и поговорить с разными людьми, чтобы узнать историю, например, о войне и революции, которые происходят. И есть очень длинная основная кампания, и есть много разных побочных миссий, которые ты тоже можешь пройти. Сейчас игра выставлена на продажу за 1679 евро. Или ты можешь купить весь комплект, который будет связан. Очевидно. Как я уже говорил ранее, ссылка будет в описании. Если ты хочешь проверить игру, там есть демо-версия, чтобы ты мог проверить, понравится ли она тебе. Или ты можешь купить дом за домом и дом за двумя в комплекте за 2164 евро, так что это не слишком дорого, особенно для такой игры, как эта. Итак, мои последние мысли о самой игре. Как я уже говорил ранее, нужно много читать, если тебе не нравится читать, или тебе не нравится проходить через множество вещей, которые есть в игре. И, например, если ты, если ты не увлекаешься более олдскульными РПГ, такими как твои старые школьные забавы с фантазиями, но там много текста, ты должен прочитать сюжетную линию. Это определенно не для тебя. Мне действительно понравилось, что там было огромное количество оружия, доспехов и безделушек, и у вас есть разные слоты, которые вы можете туда положить. Так что в игре довольно высокий уровень механики РПГ. Количество различных заданий и каждая работа, имеющая свои собственные стандартные конечные навыки, была большим плюсом для меня. И система статистики, как я уже сказал, с существующими системами РПГ, была очень приятной. И мне это очень понравилось. Теперь, очевидно, я действительно люблю свои игры на выживание, и мне нравится иметь дело со всеми различными ресурсами, которые вы собираете. Отправляйся на разные карты, в разные области, чтобы иметь возможность получать разные ресурсы. И если твой срок годности истечет, ты потеряешь эти ресурсы, и члены твоей команды умрут, если ты провалишь это исследование. Так что в этом определенно есть немного хардкорного аспекта. И мне действительно нравится тот факт, что там много такого. События основаны на команде, которую ты приводишь, поэтому навыки твоих товарищей по команде, разные характеристики, сила, хрупкость, интеллект, физическая форма и решительность. В зависимости от того, насколько они высоки. Когда ты проводишь эти мероприятия, и у тебя есть разные варианты, у тебя есть процентная вероятность того, что тебе действительно понравится закончить это, в зависимости от характеристик человека, которого ты имеешь в своей команде. Так что это будет самый высокий показатель человека, который у вас есть в команде, и у него будет случайный шанс 79%, 80%, иногда 100%, если у вас достаточно высокий показатель. И мне это очень нравится. Иногда ты можешь выбрать команду, пойти в какое-то место, и в команде нет никого, у кого есть характеристики, необходимые для того, чтобы действительно это сделать. Но это дает тебе возможность использовать разные характеристики. Так что в зависимости от того, какую статистику ты хочешь использовать, у тебя не всегда будет возможность использовать различные характеристики. Но иногда я видел примерно 3-4 разных статистики, которые вы могли бы использовать, и по крайней мере один из членов моей команды смог пройти через это и получить максимально высокий процент, чтобы вы действительно могли выиграть это. Теперь в игре есть еще один бонус. Это очень-очень похоже на Darkest Dungeon, и мне действительно понравилась Darkest Dungeon. Это была действительно-действительно хорошая игра, и я определенно вижу, что в этой игре многое из этого учтено. Теперь, с другой стороны, игра очень напоминает мне мобильную игру. Это не похоже на то, что кажется, будто это было сделано для мобильных устройств. Теперь эта игра действительно может быть на мобильном телефоне. Я не проверял, но это определенно в Steam. Но мне определенно кажется, что это должно быть на мобильной платформе. Но тем не менее, мне не очень понравилась игра, и я купил игру, и я собираюсь играть всю игру, потому что я действительно очень увлекаюсь историей. Они вложили много труда в эту историю, и я не против почитать много чего. И это в основном мои мысли об игре. Если ты хочешь еще раз проверить демо-версию, ссылка будет в описании для вас, ребята, на странице магазина Steam. Не забудь поставить лайк на видео, если ты это сделаешь. Наслаждайся моим контентом и подписывайся на новые RPG и игры на выживание. И у нас действительно есть Patreon в описании, если ты хочешь поддержать меня и канал. Будь осторожен и избегай мошенничества в местных чатах. gobierno Comics. ПО Zoho. Ребяты. ПО Zoho. Продолжение следует...